Всем привет! Буквально несколько дней осталось до начала конференции Apple WWDC 2018, на которой нам покажут много всего интересного, как мы на это надеемся. Там наверняка покажут обновление программного обеспечения и очень надеемся на то, что будут обновления каких-то продуктов и покажут какой-то новый действительно интересный продукт, ну или хотя бы сильно обновленный старый. Пока мы можем только гадать, догадываться, строить какие-то версии, теории того, что нам могут показать, и просто обсуждать это. Поэтому этим мы сейчас и займемся. А в конце этого видео я расскажу вам еще кое-что интересное. На этой конференции мы наверняка увидим обновление операционной системы для мобильных устройств iOS, который получит порядковый номер 12. Сомнений в том, что она будет даже меньше, чем то, что конференция вообще сама будет. Это обновление уже назрело, и по слухам в нем не будет ничего кардинально нового. Это будет просто обновление операционной системы, нацеленное на улучшение работоспособности. И в принципе это уже нужно наконец-то сделать. Для примера я пользуюсь iPhone X, который когда я купил, меня в нем все устраивало. И в принципе все было хорошо. И тогда я еще относился к обновлению iOS как к чему-то дежурному. Я всегда говорил, что в принципе нет больших проблем ни с интерфейсом, ни с работоспособностью. Ну да, есть какие-то небольшие помарки, какие-то небольшие замечания к этой операционной системе. Но тем не менее со временем, с выходом новых обновлений, я начал относиться к этому гораздо хуже. Не знаю, может быть просто мне так не повезло, или конкретно с моим телефоном что-то не так. Но тем не менее, когда я начал им пользоваться в последнее время, в нем постоянно лагает интерфейс. Постоянно что-то отображается криво, что-то не отображается вовсе. Зависает альбомная или книжная ориентация. В общем, это просто надоело. И хочется, чтобы вышла операционная система не с какими-то ненужными функциями. Вроде тех же файлов, которые по большому счету никому особо и не нужны. Которыми все попользовались вначале и все. А чтобы это действительно работало и позволяло телефоном пользоваться комфортно. Мне этого хочется, и я хочу, чтобы эта операционная система вышла и увидела свет. Также нет сомнений в том, что Apple наверняка обновит операционную систему для своих компьютеров. iMac'ов, iMac'ов Pro и MacBook'ов. Это тоже назревало, и это тоже делается каждый год. И возможно, что в этом году она получит новый номер. Например, macOS 11. Но это малая вероятность, скорее всего она будет называться macOS 1014. То есть это будет обычное развитие линейки и просто последовательные цифры. Также мало сомнений в том, что эта операционная система будет называться в честь географических объектов. Как это было в течение последних нескольких версий. Apple даже подала заявку на то, чтобы запатентовать несколько торговых марок. Возможно, одна из них и будет названием этой операционной системы. Продуктом, который маловероятно будет обновлен, является, наверное, все-таки Final Cut. Маловероятно, что его будут обновлять, потому что он обновлялся только недавно. И то эти обновления, которые он получил, были дежурными. Просто добавилась поддержка новых кодеков, новых разрешений. И она выпускалась больше в преддверии выхода нового iMac Pro. Теперь это не актуально, и версию 10.5 мы вряд ли увидим. Скорее всего, она будет в конце года. Собственно, как и остальные программы из пакета, которые относятся к работе с видео. Компрессор и Motion. Они тоже маловероятно будут обновлены. Пока они нормально работают и справляются со своими функциями. Поэтому не ждем обновлений в этой сфере. Несмотря на то, что рынок планшетных компьютеров просел, Apple все равно лидирует в этой сфере. И они, естественно, должны предлагать что-то новое потребителям. Вот, например, в прошлом году они выпустили iPhone с Face ID. Почему бы не сделать то же самое с iPad? Есть вероятность, что на этой конференции нам покажут iPad с Face ID, который мы ждали еще осенью. Но в итоге мы дождались просто обычного, очередного, недорогого планшета от Apple. Той самой линейки, которую показали нам еще в прошлом году, когда выпустили iPad 2017. Теперь выпустили iPad 2018. Сделали для него поддержку нового пенсила. Но все равно все это ерунда, все это дежурные обновления, которые, конечно, кому-то нужны, но это не глобально. И вот, может быть, сейчас нам покажут iPad с Face ID. Вопрос, как он будет выглядеть. Если Apple просто вставит Face ID и оставит форм-фактор прежним с кнопкой внизу, наверное, это будет не совсем логично, это не будет нового устройства и вряд ли кого-то это привлечет. Но, если они его сделают в духе iPhone X, сделают его полностью безрамочным, ну или, по крайней мере, почти безрамочным, как iPhone X, то в этом случае могут возникнуть проблемы. Например, когда его надо будет держать в руках. iPhone держать удобно. Ты его сжал в одной руке, и он нормально держится. Положил на другую руку и пользуешься им просто тыкая в него пальцем. Это нормально. Но, когда его надо держать за край, в этом могут возникнуть трудности, потому что ты постоянно будешь нажимать на экран. Если взять безрамочный iPad в руку, он все равно будет что-то довесить. Тем более, стекла там будет много, экрана будет много, и он, возможно, станет даже тяжелее. В этом случае придется заходить пальцем на экран. И вот тогда ты коснешься экрана. Конечно, есть механизмы, которые позволяют избежать случайных касаний. Например, в том же Mi Mix первого поколения, который выпустили уже достаточно давно, это было реализовано. Была сделана функция, которая позволяла коснуться экрана с краю, и это касание не засчитывалось. То есть, в тот момент, когда палец был одновременно и за экраном, и на экране, это не распознавалось как касание. Это было удобно. Возможно, здесь это будет реализовано. Но это актуально только в книжной ориентации. В альбомной ориентации с этим будет еще сложнее, потому что планшет будет еще больше перевешивать руку. И в этом случае, конечно, как же быть с большими 12,9-дюймовыми версиями iPad Pro? С ним это совсем будет сложно реализовать. Поэтому, если Apple сможет это сделать, то инженерам пришлось бы, наверное, уже немало потрудиться, чтобы сделать этот процесс комфортным, и чтобы пользователи не ощущали какого-то ненужного напряжения в руках, когда держат эти устройства в руках. На фоне мысли об iPad с Face ID невольно возникают мысли о том, что почему бы не сделать MacBook с Face ID? И мы об этом тоже думали, и об этом тоже говорили. Это обсуждалось, было много слухов, и тоже его ждали весной на презентации. Но не дождались. Возможно, он будет сейчас, потому что на самом деле это удобно, и это даже удобнее, чем когда Face ID встроен в iPad. Айфоном мы пользуемся, мы его взяли в руку, запустили, и у нас все разблокировалось. Это хорошо. Когда мы берем iPad в руку, мы его не так часто разблокируем. Как правило, сценарии использования iPad подразумевают то, что его включили, и он постоянно работает в течение долгого времени. Да, там какие-то удобные транзакции, там можно что-то оплачивать, но для этого можно и палец приложить кнопке. Хотя, конечно, от кнопки надо избавляться. С ней надо что-то делать, и что-то здесь надо менять. Но все равно, в Mac'ах использование Face ID гораздо более оправданно. Когда ты включаешь компьютер, просто сидишь, те самые несколько секунд его загрузки ждешь, он сканирует твое лицо и просто запускается. Или в любых других моментах, когда ты пользуешься какими-то сайтами, тебе надо что-то оплатить, ты нажал кнопку, он тебя отсканировал, это тоже очень удобно, и я думаю, что это будет пользоваться спросом. Правда, здесь надо быть осторожным, потому что эта система может работать и иногда не предсказует. Например, я как-то раз в своем iPhone умудрился случайно оплатить облачное хранилище на 2 терабайта. Я это сделал случайно. Я нажал одну кнопку, не попав в нее пальцем, iPhone меня моментально отсканировал, после чего сделал покупку. Естественно, я позвонил в Apple, мне уже стало интересно, и они смогли отменить эту операцию. Я оставил заявку, они все это сделали. Через некоторое время мне вернули деньги и вернули мой объем хранилища. Возможно, это можно будет исправить и там, но все равно с этим надо быть осторожнее. Это коварные функции, хотя и очень удобные. Продолжая тему MacBook'ов, хотелось бы лично мне, например, увидеть новый MacBook Air. Мне кажется, это было бы хорошим продолжением линейки, потому что старый Air не обновлялся уже очень давно, и ему абсолютно не помешал бы ретинный дисплей. Ну и тем, кто хочет покупать MacBook, было бы гораздо приятнее заплатить в два раза меньше за него, чем за новый MacBook Pro. Конечно, есть 12-дюймовая версия, но не всем она нравится и не всем она подходит, потому что у нее не особо большая производительность. А, например, новый MacBook Air мог бы быть где-то посередине, и это было бы удобно. Да, он был бы толще, чем 12-дюймовый, наверное, он был бы дешевле из-за того, что он толще, но при этом у него был бы ретинный дисплей, как на Pro. Вот такой сценарий меня бы устроил, и я бы купил себе такой Air и пользовался бы им, потому что Pro не всегда нужен. Особенно в дороге, когда нужно его использовать просто как печатную машинку, ну и, может быть, иногда что-то помонтировать или попользоваться какими-то графическими редакторами или тому подобное. Еще одной вероятной новинкой, возможно, станет iPhone SE 2, который тоже давно ждут. Было много слухов, что он будет, потом говорили о том, что забудьте, его не будет, и вот снова появились слухи о том, что его пришествие уже близко. Появление данной модели актуально на фоне того, что предыдущий iPhone SE до сих пор не теряет актуальности, его до сих пор покупают, он интересен людям, но он уже постепенно устаревает. И вот сейчас, наверное, самое время выпустить вторую версию SE. Неважно, как она будет называться, возможно, она будет называться iPhone SE X, iPhone SE 8, как-нибудь по-другому, но, скорее всего, она будет называться просто iPhone SE 2. Об этом говорит большое количество слухов. По версии тех, кто распространяет и поддерживает эти слухи, он будет выглядеть как iPhone X. По крайней мере, основная часть, основной экран у него будет такой, как у iPhone X. Но лично мне кажется, что это маловероятно, и, скорее всего, он будет выглядеть как iPhone 8. Он будет со стеклянным корпусом, с беспроводной зарядкой, ну и, естественно, с полным арсеналом топового железа. Это было бы более логично, потому что его можно было бы сделать дешевле, поскольку экран в iPhone X достаточно дорогой. И в этом случае он не отвлекал бы внимания от десятки, потому что, если сделать iPhone SE таким, как десятка, просто чуть поменьше, и с какими-то другими недоработками, например, сделать у него не стеклянную заднюю панель, а алюминиевую, или что-то в этом духе, то все равно он будет привлекать к себе внимание и оттягивать его у iPhone X, который стоит дорого. Это не в духе Apple. В этом случае они просто перестанут продавать дорогое устройство. Они этого вряд ли захотят, именно поэтому мне кажется, что он будет таким, как iPhone 8. Но вероятность его выхода достаточно высокая, поэтому ждем и смотрим, что будет. Обновления Mac Mini и Mac Pro тоже назрели уже достаточно давно. Их не обновляли уже много лет. По крайней мере, Mac Pro, выпущенный в 2013 году, так и был выпущен в 2013 году. Он получал некоторые обновления, но все равно это все тот же Mac Pro. Представители компании не то, что не отрицали возможного выхода Mac Mini и Mac Pro, они даже намекали на то, что они будут, и даже конкретно говорили, что будет новый Mac Pro. Но проблема в том, что в последнее время было очень мало утечек, которые можно было бы назвать серьезными слухами по поводу выхода этих моделей в ближайшее время. Были концепты, были разные варианты, показывали, как они должны выглядеть, но это все были больше фантазий. А каких-то именно фотографий, которые могли бы потянуть на утечку, практически не было. Говорит ли это о том, что вероятность выхода новых компьютеров мала? Возможно, в некоторой степени да. Но Apple умеет преподносить сюрпризы, и, например, по поводу Apple Watch мы до последнего не знали, как они будут выглядеть. Также, как только в последний день презентации iPhone 5s, хоть это и было давно, мы узнали, что он будет со сканером отпечатка пальцев, когда появился этот слух. Это было давно. Да, с тех пор Apple разучилась так скрывать свои секреты, а может быть наоборот, выбрала просто другой путь, когда она показывает свои секреты и делает утечки не случайными. Но, как я и сказал, утечек было мало, поэтому вероятность, что они выйдут именно сейчас, не такая высокая. В последнее время появились слухи о том, что компания может выпустить облегченную версию HomePod. Наверное, это было бы логично, учитывая не такую маленькую цену основного устройства. Если бы они ее сделали чуть поменьше, чуть менее мощной, может быть, она проиграла бы немного в звуке, но она стоила бы намного дешевле и приобрела бы новых покупателей. Она пошла бы в массы. И в этом случае логичным шагом выглядело бы расширение возможности силы, то есть увеличение количества поддерживаемых языков. Если бы она, например, поддерживала бы русский язык, и HomePod официально появился в России, по крайней мере, для нас это было бы интересно. Возможно, так и будет, но пока подтверждения этого нет. Из прочих вещей стоит отметить, что, возможно, наконец-то на этой презентации нам скажут, что в продажу поступает долгожданный коврик для беспроводной зарядки AirPods, iPhone и Apple Watch, про который нам говорили еще в прошлом году и который все ждут, и который никак не появляется. Его периодически анонсировали и говорили, что вот он появится весной, потом он должен был появиться чуть позже весной, и до сих пор он не появился. Возможно, на презентации нам скажут, что он поступил в продажу, что вот его цена, и вы можете его заказать и уже купить. Если выйдет коврик, то должен будет выйти и новый кейс для AirPods, который будет поддерживать беспроводную зарядку. Кстати, есть небольшая, но все же вероятность того, что обновят и сами AirPods. И все-таки, если они выйдут, то, скорее всего, они будут в форм-факторе затычек, потому что выпускать те же самые наушники, просто обновленные, наверное, смысла нет. Их и действительно должны что-то изменить. И делать их накладными, это уже будут не AirPods. Делать их с проводом, это тоже уже не AirPods, поэтому остаются только затычки. По крайней мере, я не отказался бы от такого обновления и, может быть, наконец бы купил себе AirPods. Пока у меня их нет, я ими не пользуюсь, потому что мне просто не нравятся такие наушники. Я никогда не пользовался AirPods и до сих пор не пользуюсь AirPods, хотя имел с ними дело и пользовался ими какое-то время. Также почти наверняка мы увидим обновление TVOS, WatchOS и развитие системы Arcade 2.0, в рамках которой создается дополненная реальность. Ну и, возможно, мы увидим развитие проекта, в рамках которого можно будет объединить приложения для iOS и macOS. Кто-то говорит, что этот проект называется Marzipan, кто-то называет его еще как-то. Слухов много, версии разные, но, тем не менее, если это выйдет, то это позволит разработчикам гораздо более полно реализовывать возможности своих приложений и писать их более удобно, что ли. Это будет удобно пользователю, когда можно будет начать что-то на iPhone, закончить что-то на Mac, и это не будет простая автоматизация и простая синхронизация через облако. Это будет нечто большее. Это будет именно одно приложение, как сейчас это сделано для iPhone и iPad. Вероятность демонстрации очередной One More Thing, конечно же, есть, но все равно она невелика. Хотя Apple это Apple, она иногда может удивить, но в последнее время такое бывает нечасто, поэтому не думаю, что стоит ждать чего-то действительно революционно нового, прорывного, что держалось в секрете, не выходило наружу, и вот сейчас нам это покажут. Поэтому вряд ли мы это ждем, и даже если будет One More Thing, скорее всего, это будет что-то из того, что я уже перечислил, просто припастенное на конец презентации. Пока это все фантазии, пока все это слухи и домыслы, поэтому нам остается только запастись терпением, подождать, и в конце презентации, в следующий понедельник, мы узнаем, наконец, что из этого было реализовано, что из этого представили публики, а что нам придется еще ждать. Поэтому пока об этом все. Но я хочу вам рассказать еще про кое-что. One More Thing. Важной темой этого лета является футбол. Эта тема не обошла меня стороной, поскольку я так же люблю и футбол, как и изучать новую технику, разбираться в новых технологиях. Именно поэтому я приму участие в матче «Команда робота» против «Команда человека», который проводит компания «М-Видео». Матч состоится в прямом эфире 30 июня. На экране вы можете видеть список игроков в каждой команде. Я решил подарить три билета тем, кто хочет прийти на матч и поддержать нас вживую. Конкурс будет необычным. На этой неделе состоялся футбольный батл «Попади мячом в телевизор». Вопрос к вам. С каким счетом завершился этот батл и какой телевизор в конце остался цел? Совсем скоро я назову победителей и покажу батл целиком. Поэтому все подробности в описании к этому видео, как обычно, и участвуем в конкурсе. Ну а на этом все. Мы обсудили то, что компания может представить на презентации, которая пройдет на следующей неделе, и что маловероятно она там представит. Естественно, после презентации мы будем держать вас в курсе событий, расскажем, что там произошло. И если покажут какие-то новые интересные устройства, мы, естественно, их раздобудем, протестируем и покажем вам их более подробно, более детально и поделимся своим мнением. Поэтому ждем презентацию, участвуем в конкурсе и в видео. Придите, поддержите нас, выиграйте эти три билета. И на этом все. С вами был Артем и AppleInsider.ru. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова